Сиртва героя, которые прям кайфуют. Такие вещей только нечу, ты еще и фигу бьешь, в отличие от БМа. Кентавр взял себе Вангвард, взял себе Худ. И вот он, выход на фантунку. Пошел. Передом боитесь. Она убирает, фо. Да. Очень важный килл, и то, что Шигетсу его получает, тоже очень важный. Размена может быть. Да, стампиды нет, инициировать сложно очень. У тебя нет блинка на Шамайче еще, да? Вот влетает только Ларв по факту. Они убьют, возможно, Даззл, но это вообще не цель. И даже не средство. Да, и он еще отводит героев, чтобы за другими не погнались. Ну и, в принципе, Даззл на фантунку вообще огонь-размен. Сверху при этом визаж качался, убивал вышку. И продолжает это делать. Но это то, чем и должен заниматься, конечно же, визаж. Но его немножко подотпустили, да? То есть до этого был удушающий, плотный. Теперь у него хотя бы какие-то бабки появляются. Но все еще мы видим под отворцем. У него примерно то же самое, что у Unchart растворится. Соботе нападение оплавлено на Егора. Хекс хороший. Егор загулял. Очень плотно. С детства засейвить невозможно. Да, убили Рафту в размен. При этом все, может погибнуть еще и Санейдж. Санейдж хоть какой-то хил-то нужен. Но живой. Нет, Энденсер. Ничего. Парни дайвят. Сейчас, если захотят его забрать здесь. По-моему, инфы по нему нет. Он нападает в этот момент на ничью. Санейдж. Санейдж в порядке. Дахак. Блюри подходит. С разных сторон сейчас ББ будет нападать. Снотис. Там хорошая под сларку. Но не лучшая цель будет. Часаил на паунцу. Каким-то образом посадил в этот момент. Кентавр моментально умирает ультимейт от хлопы. Но живет слаг. Роджер. Роджер. Вбивать у Дакака заканчивается ПКБ. Но драться уже некому. Драться уже некому. Остался только Егор вместе с Шигетсу. Шигетсу просто ждет, когда его тиммейта добьют. Потому что он помочь ему. Прощение. Насколько я знаю, ничего не осталось. Ну да. Это странно было. Потому что как раз две шмотки в свое время пофиксили. А третью почему-то оставили. Ну, Пае вообще в свое время была совершенно неупанутая. Кэслю решает аванпост перехватить. Вот такая самочка кентавра. Ну, кентавра очень быстро съедят здесь. Да, кентавра съедаешь. Там рядом снова погиб. И Дахака захочет на развороте сыграть. Он может сыграть на развороте. Потому что у Дахака все еще с ПКБ. И вот он влетает. Прожимает все, что надо. Шигетсу на ЛООХП. Уходит. Фогас садится в шар. И Шигетсу надо как-то жить. А он живет. Красава Девс. Да, Этериал еще здесь классный. Откайтили Дахака с ПКБ. Ну и забирают визажа. Но при этом байбекнулся кентавра. Вот это уже, наверное, стоит у Никса спросить. Ну, кстати говоря, тележка кентавра в принципе в этой игре не нужна. Потому что он врывается и умирает постоянно. И ему скорее кого-нибудь, кто бы посадил его самого в телегу на носилке. Врывается в очередной раз кентавр. На этот раз успевает очень быстро забрать одного героя. Сларк получает бластрига. Пичку, ультимейт в копы. Отличный. Уже минус два. Пошли. Петусы в Шигетсу. Шигетсу. Подсильдера пытается разминать. Ничего. Очень хороший урон. Ультимейт прожимается. Ну все, надо поступать. Да, да. Ну все, пора с этим завязывать. Сларк продолжает. Мне нравится как играет Сларк. Он такой реально постоянно охотится. Да, на грани играет. И при этом всем он не забывает про то, что надо вычищать все леса. То есть, он как только что-то почистил, пошел посмотреть. Так смол. Сларк видит. Сларк видит. Вещай. Да. Сколько мы его похвалили. Он просто спустился с горки, прям под вард. Надо было конечно стоять на горке и выжидать. Так он, вроде должен был узнать то, что его видно. А у него только-только прошел этот момент, да, опять, и только-только пассивка спала, как в него уже ворвались. Поэтому грубейшая ошибка Сларка, которая может дать ключевой в этой игре. Похоронить сторону минимум, а может быть и две. Ну, думаю, одну. Глазно. Зевс здесь немножко тезловато. Зевс, ну льву ронем, но Зевс на развороте, с прыжка уходит. Прыжок работает даже. Воду можно на Сларка было повесить. Да, кстати. Это уже было бы супером бой. Шигетсу в инвизия заходит, все видит, кстати говоря. Но тут вард хороший стоит. Понимают, где? Под вражеским виженом датс не хочется. Так, Зевс. Зевс, деда дультимы, я тебя просветил. Пошел Сларк. Кого? В Думы напали? Думы тоже выключили. Вайбогеть. Шаман тоже выключили, он ничего не стал сделать. Бат-бат. Вот это Сларка. Сларк набирает, набирает, набирает. Пошел на Дахака, пошел на Дахака, надо его пробивать максимально быстро. Сейчас нет, а он уходит при помощи ворста пацана Эйча. Возвращаться в Пайт он не планирует, судя по всему, потому что БХБ-шка-то в КД-ске, а Думчанский уже за спиной. И надо бить под Ахаку, тут под Ленкой. Снимать его при помощи плевка, дайте Думу, но Думу нет, Дум не даем, пацаны. Ладно, в любом случае, Фантомка вместе с Квапой отправят в Саверну. Дум так и не потратил свой ультимейт, что тоже позитивно. Но не спавнится Рошан, и это проблема для Сайберкотов. Они только что получили себе шикарную возможность закрепиться в этой карте. Но Роша сказала мне, сорян, я подожду, когда Дахак выйдет из Саверны, Квапа выйдет из Саверны. И вот тогда снова файт. Санейко байбекнулся, и Сварк уже есть. Байбек от Ахака? Байбекнулся, если есть шаман, умирает. Умирает Кентавр после... Да, тоже без байбека остается Санейко. Санейко байбекался до этого. Да, он живет. Можно поселить там условного джема. Если что, вчера, я не знаю, как сегодня, сегодня не смотрел, но в Малайзии на Истиле 100% винрит был у Сварка. Вчера у нас выиграл Сварк, тоже морфа закрыл. Поэтому вам стоит следить, дорогие друзья, за Сварком и за его перф... Продолжение следует... Продолжение следует...